Слушаю Ваше выступление. Спасибо. Спасибо, друзья. А вот сейчас я прочитаю стихотворение. Это Аркадьев. Окей. Итак, вот и всё. Ещё одна страница. Старый год в карете декабря. Смех, улыбки, праздничные лица. Рву последний лист календаря. Год мне был товарищем хорошим. От души его благодарю. Санный след на зеркале Пороши Открывает двери январю. Новый год. Отметим нашу встречу за бокалом доброго вина. Ты придёшь, и утро сменит вечер. Новый день, и года целена. А вот ещё одно стихотворение. Пусть Новый год войдёт в ваш дом С добром, здоровьем и теплом. Пускай надежды светлый луч Пробьёт свинцовый панцирь. Пусть неурядец хоровод Возьмёт собою старый год. И пусть свободою дыша Оттает в радости душа. Ну как в моё чтение стихов. Замечательно. Без подготовки. Без подготовки. Это совершенно верно. Я хочу... Забираю микрофон, как говорится, к себе. Я хочу сказать о том, что некоторое время тому назад, где-то годы 4-5 тому назад это было, я написал, готовясь к одному из новогодних праздников в нашем бывшем клубе, которым я когда-то создавал и руководил, написал такие строки. С Новым Годом, мои соратники, мои дорогие друзья! Берегите самое важное, то, что в жизни терять нельзя. Доброду берегите и преданность самых близких своих людей, дружбу крепкую, неизведанность, бесконечность своих затей. Поздравляю вас с шумным праздником, чтобы сбылись желания все. Счастья вам, старики-проказники! С Новым Годом! Во всей красе! Старики-проказники – это не случайно. Просто в клубе в основном были люди, ну, скажем так, уже перешедшие пенсионный рубеж. Только поэтому такой образ появился. Ну, я хочу сказать еще и о том, что в этот день, как правило, в Новый Год, всем нам поздравляют, всегда традиционно это поздравление идут, желают здоровья, желают счастья, многих радости, все-все-все. Но у каждого из нас, у многих из нас разные представления о том, что же, собственно, такое счастье. И вот тут небольшое эссе по этому поводу. Как мало нам для счастья надо, чтобы ценили и любили, чтобы родные люди рядом и чтобы они здоровы были. Для счастья надо ведь немного, отмеренных для жизни лет. Успеть познать любовь и Бога, и на земле оставить след. Быть может, посадить деревья или раствориться в песне-звуках, свое увидеть продолжение в любимых детях и во внуках, увидеть первый шаг ребенка и слово первое понять, как счастлив он, смеется звонко, потом с любовью вспоминать. Достигнуть в чем-то совершенства, что принимали на ура, от славы испытать блаженство, затем понять, что все игра. А кто-то чай нальется греться, когда ты болен и простужен. А как поют душа и сердце, что ты еще кому-то нужен, как мало надо нам для счастья. Простое слово. Вот итог. Я поделю его на части. Любовь, семья, здоровье. Бог. Вот такое вот. Ну, сейчас я не хочу, чтобы музыка уходила далеко от нас. И снова передаю микрофон Людмиле и Марине Казарновской. Живое пение. Субтитры подогнал Игорь Негода.